Здравствуйте, меня зовут Мария Жданова, я являюсь основателем швейной сети ателье по городу Уфе. Мы занимаемся ремонтом и подгонкой одежды и оказываем услуги всем жителям города Уфы. Швейная мастерская у нас работает с 2017 года. Все думают, что я сама шью и, соответственно, открыла швейную мастерскую, сама начала шить, потом позвала портных и таким образом раскрутилась до сети ателье. На самом деле все было совершенно не так. Мы с мужем запланировали небольшой бизнес, все просчитали, выбрали эту нишу пошива и швейного ателье именно как наиболее нужную людям, потому что это всем нужно абсолютно в любые времена, в любой сезон. Всем нужно всегда укоротить джинсы, что-то подшить, что-то зашить, поменять молнию. Именно хотелось сделать бизнес с упором на то, что это действительно нужно и мы что-то людям даем какую-то пользу. Ну и второе – это очень легкий вход. На сегодняшний день у нас по швейной сфере два основных направления. Первое – это сеть швейных ателье. Они универсальные. Это ателье у дома. То есть мы оказываем услуги всем жителям района. Часто к нам даже приезжают из других районов, потому что им нравятся наши услуги. Именно по ремонту одежды. Ремонт, подгонка. В том числе мы занимаемся работами с натуральной кожей, с натуральным мехом. Мы перешиваем шубы на более современные модели. То есть это то, что нужно непосредственно каждому человеку. Мы в этом плане универсальны и оказываем соответствующие услуги. И второе наше направление, поскольку квалификация партных позволяет, Мы работаем с дизайнерами одеждами, с брендами одежды, с магазинами, которые отшивают у нас именно одежду на продажу. Сейчас это тоже тренд, очень развито. Люди устали от масс-маркета, хочется чего-то индивидуального, чего-то дизайнерского. И мы таким образом помогаем и участвуем в этом тренде. Основной момент, самый главный, который длится, в принципе, спустя 6 лет до сих пор, это, конечно, рабочие руки. То есть рабочий персонал, портные, швеи, которые шьют, именно выдают хорошее качество. Это прям днем с огнем, то есть очень тяжело найти. И я с этим столкнулась как в первый день работы ателье. И так и сейчас, по всей день, то есть мы испытываем действительно катастрофический дефицит рабочих рук. Я начинала со 100 тысяч. Это буквально пара машинок, бытовой утюг. Сейчас у нас мощные пары генераторы, но я к этому пришла очень-очень поэтапно и постепенно. То есть я больше про тех предпринимателей, которые открываются с нуля. И постепенно за счет вложений уже непосредственно с оборота, с прибыли, они уже развиваются именно таким способом. Если говорить, конечно, про вложения сразу, если предприниматель хочет, например, открыть сразу швейное производство, как это сейчас необходимо рынку, это, конечно, от миллиона и выше. Ну, как правило, для ателье достаточно 15 квадратов. В целом, это небольшие помещения, если мы говорим именно о каком-то начальном этапе зарплаты. Здесь у портных идет сделка, поэтому в целом какой-то оклад здесь не нужно закладывать. Это финансово правильно, это правильно для мотивации портных. Вот, поэтому каких-то таких отдельных еще расходов, в принципе, нет. Ну, швейная фурнитура – это, в принципе, расходники, которые потом закладываются в работу. То есть, в целом, здесь все достаточно просто. Безусловно, пандемия, как, наверное, для всех, я думаю, 99,9% предпринимателей оказались в тяжелой ситуации. В том числе и мы, конечно, первые несколько дней особенно были тяжелые. В том плане, что все точки закрыты, мы не можем оказывать услуги. Ну, действительно, для такого бизнеса, как мой, он достаточно такой очень-очень маленький, низкорентабельный – это тяжело. Но спасла, опять-таки, швейная сфера. Тут быстро выкрутились, быстро перепрофилировались. Перезвезла машинки из отелье на дом портным буквально. Мы начали шить маски, начали шить в том числе организации. Мы даже успели поучаствовать в небольшом тендере. В 2020 год, он, конечно, перевернул немножко мышление и планы. В том плане, что я поняла, что нельзя спокойно жить. Нельзя вот работать и работать на одном и том же. Нужно постоянно иметь и держать в голове, что в любом моменте что-то может измениться. И именно в 2020 году мне пришла идея запустить свой бренд одежды. То есть, чтобы не было простоя у швейного цеха, чтобы не было простоя у мастеров, мы потихоньку начали шить, так скажем, свое производство, потихонечку продавать. На сегодняшний день это пока еще небольшой бренд, но, тем не менее, мы двигаемся в этом направлении. Мы размещаемся в шоурумах, развиваем свой сайт. С одной стороны, конкуренция, да. И я считаю, она и должна быть. Это нужно для того, чтобы повышать качество услуг, повышать качество сервиса. Особенно в таких услугах, как у нас, сеть ателье у дома. То есть, в целом, мы расположены, даже можем быть в соседних домах, так же, как парикмахерских. У каждой своих клиенты, своя схема работы. Все работают по-разному. И здесь конкуренция, это даже огромный был бы плюс. Был бы. Но на самом деле, как таковой, по факту конкуренции нет. Потому что, опять же, все упирается в сотрудников, все упирается в хороших, рабочих, золотых ручках. И если, допустим, даже ателье рядом, в одном из ателье, скажем так, качество страдает, у нас качество всегда хорошее, мы за это боремся и так далее. Ну, то есть, о какой конкуренции здесь вообще речь, когда в соседнем ателье, скажем так, портят вещи и приносят к нам. То есть, вот такой момент есть. И, ну, я бы сказала, что, наверное, здесь какой-то нездоровый такой вот момент в этом плане есть. И, опять же, человеческий фактор. Часто в швейных мастерских устроено все так, что сам мастер, он и шьет, он и работает, он и ИП. То есть, он все в одном. У меня в данном случае это очень гармонично распределено. То есть, я занимаюсь маркетингом, продвижением, сервисом и так далее. То есть, это у нас на высоком уровне. И на высоком уровне рабочие руки. И такой гармоничный тандем оказывает хороший спектр услуг. Скажем так, рядом мастер, который сидит, работает сам на себя, и вот это вот все. И здесь человеческий фактор, и зависть, и так далее. И какие-то вот такие моменты. У меня были действительно шероховатые моменты с конкурентами. И я, честно, не понимаю, почему так происходит. Потому что лично для меня конкуренты в нашей сфере – это коллеги. Коллеги, скажем так, по работе. Коллеги в каком-то степени по несчастью, в плане поиска портных. И у меня есть коллеги и швейные цеха, и также сетевые небольшие ателье. И какие-то отдельные предприниматели, которые это тоже понимают. И мы даже, бывает, обмениваемся какими-то контактами. То есть, кому-то нужно просто на подработку. Мне, скажем так, нужно швейный цех. Это разные специализации. И почему нет, я считаю, что это здорово. И вот это более здоровый момент. И мне бы хотелось, чтобы действительно в нашей швейной сфере собственники-основатели вот таким образом могли бы объединиться и не конкурировать, а именно работать вместе. Потому что спрос, он колоссальный. Сейчас у нас уже 4 точки швейных мастерских, 2 полноценных швейных цеха, которые работают на оптовый пошив. Даже развиваем свою собственную торговую марку одежды. Тем не менее, я всегда за развитие, за то, чтобы еще двигаться дальше и дальше. И из планов, я могу сказать, что, наверное, это однозначно будет развитие сети. Потому что даже наши клиенты говорят, вот у вас нет, скажем, зеленой рощи, вот давайте открывайтесь, потому что далеко ездить за нашими услугами. Но действительно, есть моменты, когда клиент готов поехать, несмотря на то, что рядом другие ателье. Это один момент. Второй момент, наверное, из развития. Да, продолжим сотрудничать и повышать мощность в плане швейного цеха, в плане оптового пошива. Поэтому в целом открыто к сотрудничеству и с дизайнерами одежды, и с магазинами. И в том числе, вот, моя такая голубая мечта – это развить все-таки собственный бренд одежды. Поэтому я думаю, что в ближайшее время потихоньку буду двигаться в этом направлении. К нам на шейное производство часто приходят молодые дизайнеры, как раз-таки такие начинающие, прям предприниматели, прям вот с нуля, с нуля. И, да, последнее время я даже им, как такой небольшой наставник, наверное, выступаю. Я вижу, какие у них боли, какие у них страхи, зная, что основной страх – это вот просто начать. Иногда вот просто действительно есть идеи, есть уже план, как это все реализовать, есть бюджет. Но вот просто элементарно не хватает какой-то толчка, какой-то даже поддержки. Поэтому я всем начинающим предпринимателям хотела бы пожелать, чтобы у них была именно эта поддержка со стороны семьи, со стороны друзей, со стороны, может быть, просто таких же предпринимателей, как я, которые вот так выступили, не побоялись, рассказали о каких-то сложностях, о том, как они с ними справляются, как идут вперед. И чтобы таким образом предприниматели не боялись и просто начинали делать. У меня даже, поделюсь, есть вот такой браслетик, он самый простой, совершенно обычный металл, но здесь есть гравировка «Верь в себя и никогда не сдавайся». Я это часто напоминаю и самой себе, и хотела бы сказать это предпринимателям, которые меня смотрят, верьте в себя, никогда не сдавайтесь, идите вперед, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok